Продолжение следует... 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 Ну вот, все, Матвей исправился. Не просто. Ну да, тут-то, в общем, без сомнений, что он должен и сделать. И у Матвея Рудника тоже, смотрите-ка. Ну, Матвей отличается некоторым образом нестабильностью. Он может прыгать очень здорово, вот как, например, сейчас. А иногда какие-то провалы встречаются. Ну, надеюсь, что чемпионат России мобилизует. Скажем, что закончились первые три попытки в группе «Б» в толкании ядра. По-прежнему там лидер остался Даниил Кириллов. 17 метров 10 сантиметров. 16.59 у Владимира Журавлева. 16.22 Георгий Кивнишвили смог толкнуть снаряд на вот эту отметку. И у Ильи Селиверстова 16.17. Вот четыре атлета, кто смог преодолеть отметку 16 метров. Теперь ждем группу «А», как мы сказали. И там, ну и потом уже заключительные три попытки. Ну вот у Георгий Тарабаров выходит на свою третью попытку. Ой, молодец. Переживала я за него. Ну да. Ну, все-таки для финала это, конечно, ну должно быть здесь, как-то должны собираться ребята. Ну вот потратил две попытки на нервы, волнение. Его обуревают. А мы с вами получаем удовольствие, что у нас появились такие молодые ребята среди все-таки взрослых спортсменов. И квалификацию прошли. Понимаете? Что он, что Георгий Тарабаров. Правда. Ну вот Сергей Морозов справляется 2.15. И готовится Ярослав Кутковой к своей попытке. Да, Ярослав представляет Краснодарский край. К сожалению, пока не получилось. А вот на ваших экранах Вадим Врублевский. Да, 2.15. Да, казалось бы, это начальные высоты для серьезных прыгунов. Ну, затянул, да, так, прыжок. Да, часть спортсменов испытывает здесь все-таки трудности. Я думаю, лидеров такой костяк мы увидим. У Ильи Ванюка были уже очень хорошие прыжки в этом сезоне. Мы вчера об этом говорили. 2.31 его лучший результат, который был показан в Банской Быстрице на турнире. И это было 15 февраля, совсем недавно. Вот, он прекрасно выступал уже на нескольких турнирах. Да, до этого было... Всегда он так карабкается, карабкается от начала сезона. Выше, выше, выше. И, как правило, в последние годы он закарабкивается очень высоко. И это очень приятно. Молодец. Очень такое... Такое профессиональное продвижение по сезону. Очень хорошее слово. Именно профессиональная хорошая работа. Чего и другим желаем. Вот Георгий Тарабаров. Георгий один из лучших наших юниоров. В юниорском возрасте он очень хороший. Показывает результаты для себя. Надеемся, что тоже будет движение вперед. 2.17 его пока личный рекорд. И Илья у нас выходит на свою первую попытку. Да, ну вот Илья Иванюк. Илья Иванюк. Лидер на сегодня европейского сезона. Прыжки в высоту. И смотрим. Все как обычно. Аккуратненько, красиво. Эффектный полет. У Ильи очень красивые прыжки на самом деле. Замечательно чувствует то, что он исполняет. Денис Федоренков. Как мы говорили, для него это нормальное, ну, хорошее, удачное событие, что он попал в финал. И вот 2.15. В принципе, для него это такой рубеж серьезный. Молодец, отлично справляется. Да, он свое уже сделал. Теперь будет делать, стараться еще что-то добавить, конечно. Да. Очень мы за него рады. Конечно, дополнительное какое-то испытание сегодня для толкателя ядра. По крайней мере, в группе Б, да, они получили. Потому что им сейчас придется ждать группу А, так как там закончатся соревнования. А за это время они уже остынут. Им надо снова разминать. Если он попадет вот в оставшиеся три попытки соревнований, это непросто. Вот мы видели у Матвея какие-то проблемы снова. Не очень легко идут у него соревнования. А у нас уже готовится финал на 400 метров у женщин. И это очень интересно. Мы очень ждем этого события. Очень ждем. Очень ждем соперничества Миллера и Рейнджиной. И очень ждем, что это соперничество принесет нам высокие результаты. Да, буквально. Вот я думаю... Что у Полины будет возможность выступить на международных соревнованиях. Вот в помещении. Я думаю, что есть очень хорошие шансы ей побороться за самые высокие места. Именно вот с этого начать было бы хорошо. Да, будет хорошо. Ну вот вы видели удачную попытку Никиты Курбанова на 2.15. Да, вы знаете, конечно, хорошо, что нейтральный статус получили уже многие российские легкоатлеты. Полина Миллер в том числе. Есть у нее возможность выступать на международных соревнованиях. Но есть еще некоторые, так сказать, дополнительные условия, которые нужно выполнять. Это связано и с количеством допинг-тестов, это связано и с количеством спортсменов, которые ограничены для попадания в официальное международное соревнование от Российской Федерации. Ну и, к сожалению, видимо, это будет связано еще и с той международной обстановкой, которая на сегодня сложилась. Поэтому надо подождать, но мы надеемся. Вот подвисает у нас опять Матвей Тычинкин. Первая попытка была неудачная, теперь вторая на 2.15. Ну, надеюсь, что он пробьет стену каких-то своих. Нет, опять попытка неудачная. Да, что-то сегодня не ладится у Матвея, хотя вот в сезоне-то он показывал очень хороший результат. Наблюдаем третья попытка Антона Мазинева на 2.15. Для него этот рубеж серьезный. Ах, как обидно, потому что попытка была хороша. Да, чуть-чуть совсем. Илья Иванюк, 2.20, его первая попытка. Ох, как быстро. Вот, Илья, поймали мы его в самый нужный момент. Поймали, да. Да, вы видите, насколько удачно. А это так опасно, тут надо что-то поправлять. Ну да, и, конечно, всевозможные травмы, которые его досаждали, они не могут пройти бесследно. Конечно, играют свою роль. Да, он сейчас как-то должен, ну вот, вернуться в свое то состояние, когда он... Будем стараться успевать за всем. Да. Сейчас много-много событий происходит. Уже разминаются и группа А в толкании ядра, мы видим. Сейчас нам их представят, они тоже начнут состязаться. А здесь вот продолжается... Продолжается прыжки в высоту. Борьба с планкой. Ну, ребятка. Но это не должно касаться Никиты Курбанова. Надеюсь, что для него 2.20 это... Да, ну вот вы видите, Никита Курбанов на старте своего разбега, а на дальнем плане Артем Чермошанский тоже на старте своей первой попытки. Ну, таких две надежды наших, на самом деле. Все хорошо у Никиты, да. Очень он мне нравится. Сегодня, как говорится, Никита... Да, он такой, каким он был и в прошлом сезоне, и радовал нас уже хорошим. Хорош был вчера Чермошанский, и мы так с опаской ждали финала. Не выдал ли он все. Абсолютно, да. Вот в этом одном прыжке своем на 7.88 вчера у него было, не выдал ли он все, что мог. Ну, эмоционально, как минимум. Вот. Нет, все хорошо, и здесь он будет сейчас, я думаю, состязаться. Вот у нас есть шанс посмотреть все попытки наших участников на рубеже 2.24. Илья Иванюк, первая попытка. Без проблем. 2.24 с первой попытки. Максим Матрия Рудник. Да, его. Смотрите, хороший прыжок смог. Да, Матвей 25 в этом сезоне прыгал. Никита Курбанов. Довел он дело до третьей попытки. И справа, да, и все хорошо. Да, да, да. И Алексей Фадеев у нас еще был в четверке сильнейших, и он тоже с этой высотой справился. А Илья Иванюк, первая попытка была... Не хороша. Вы ее видели вживую, да. Ну, вернее, она была не нехороша, но неудачная. Не справился, да, он с первой попытки. Чуть-чуть не поправлю. 2.28 это уже серьезно. Да. По любым меркам. Это уже 2.28. Это уже неплохо. Матвей Рудник. Да, и по международным меркам. Даже... 2.24 он прекрасно взял. То есть вот насколько хватит уверенности и такого спокойствия, по-хорошему сохранить схему прыжка. Не наломать дров, что называется. И тогда 2.28, в общем, может быть. Да, возможно. Ну, нет. Это все-таки... Все-таки он поспешил тут. Да, это уже все-таки требует другого, да? Да, видите, как он поспешил себя скорее за планку опрокинуть, а... Все лучшие, кто вот в течение сегодняшнего дня здесь выявлял в забегах и полуфиналах. Илья Иванюк. И снова не скоро. Вторая попытка, да, как-то его прямо сбрасывает. Даже первая-то получше была попытка. Видите, не может он удержать себя, сбрасывает его с ноги. Пока спрятался от нас сектор толкания ядра, естественно, мы к нему еще вернемся. И там первая попытка идет, и за 19 метров смогли толкнуть Лядусов и Сидоров пока только лишь. Но еще даже не все, собственно, первую попытку сделали. Пока туда еще чуть позже заглянем. Да, здесь просто уже серьезные высоты у ребят. Да, здесь разборка уже идет призовых мест. Ну что ж, вторая попытка у Матвея Рудника. 2,28. Три попытки завершились и прыжки в длину сейчас, так что... Нет, еще не совсем. Да, еще не все. Нет, вот еще Чичелло выполняет свою попытку. Да, 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 и Чермошанский еще не сделал, это правда. Ну нет, это попытка не лучше первой. Хотел сказать, что высота 5,45 это вот уже высота, с которой сейчас как-то начнется отбор, скажем так, в призеры. Алексей Фадеев, его вторая попытка 2,28. Ну, ничего, он и сам чувствует, что в общем прыжок такой вполне рабочий. Ну тут все сразу у нас идут соревнования и высота вот несколько-нескольких видов идет. И сейчас еще и забеги полуфинальные на 200 метров прямо сейчас начнутся у мужчин. Ну вот, Никита, вторая попытка, надо сделать все-таки прыжок такой, которым... За который... Не стыдно, наверное, не то выражение, но попытаться взять. У него есть абсолютно все для того, чтобы справиться с высотой. Да, но для него это тоже очень... Да, это личный рекорд, но он уже пробовал туда залазить. Ах, вот это было неплохо, вот это он молодец. Да, он получше, конечно. Вот он, Илья, на третьей попытке. Так, и он довел себя до третьей попытки, 2,28. И, наконец-то, великолепный прыжок. Ну, конечно. Да, можно выдохнуть, можно и глаза потаращить, потому что что же я делал до этого. Конечно, конечно. А вот попытка, тоже третья попытка, Матвей Рудник. Ну, он хорошо настроен и хорошо прыгает сегодня. Ну вот... Но здесь не сложилось. Да. Ну, увы... Да, все впереди. Осталась у нас одна попытка на этой высоте у Никиты Курбанова. А, нет. И у Алексея Фадеева. Да, сначала Фадеев, потом Курбанов. Смотрим прыжок Фадеева. Тоже не взлетел. Да, не взлетел, да. Да, взлетел, но недостаточно. Недостаточно. Такой вот, видите, какие разные стили прыжка, насколько... Может быть, он сможет поддержать. И он сам на себя надеется. Давай, да. Давай, правильно. Да, давайте, давайте. Сейчас, именно сейчас, вот он будет предпринимать эту попытку взять 2,28, установить личный рекорд. Предыдущая попытка была очень-очень перспективной. И Саша Меньков даже его поддерживает, помогает. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень хороший парень, Никита. Очень легкий. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, нет. Ну, увы, не сегодня. Ну что, все, мы определили чемпиона страны. Им стал Илья Иванюк. Ну, понятно, что мы все этого и ожидали. ПОДПИСМЕНТЫ Наиболее.